Добрый вечер. Я Максим. В эфире программа День Люди События. 17 августа 1928 года на Ленинградском проспекте Москвы открылся стадион «Динамо». В этот же день здесь состоялся первый футбольный матч между сборными Белоруссии и рабочими клубами Швейцарии. Этот матч принято считать точкой осчета в истории стадиона. Решение о постройке стадиона стало государственной задачей. В честь десятилетия советской власти вся страна готовилась к проведению грандиозного спортивного праздника минус всесоюзной спортакиады. Стадион строился в течение двух лет. Первоначально он вмещал 25 тысяч зрителей. Помимо футбольного поля, на стадионе были проложены беговые дорожки, которые сейчас не используются. У входа на северную трибуну был установлен памятник прославленному советскому вратарю Льву Яшину. 22 ноября 2008 года на стадионе «Динамо» прошел прощальный матч. С начала 2009 года здесь началась капитальная реконструкция, которая была завершена в ноябре 2018 года. Открылся стадион ледовым шоу 20 декабря 2018 года. Первый матч на малой арене прошел 4 января 2019 года. Открытие футбольной части ВТБ-арены произошло 26 мая 2019 года. Полное современное название стадиона ВТБ-арена – центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok